Знаете, какие искусственные строители встречаются среди животных? Есть и каменщики, и плотники, и инженеры. Есть такие, которые умеют явить, и шить, и лепить, и резать. На удивление ладные, а порой очень большие и сложные у них постройки. И такую работу животное проделывает без помощи рук. Только клювы да лапы, зубы да когти. Вот и все их инструменты. Бобров называют инженерами животного царства. Удивительны и разнообразны их сооружения. Во-первых, плотина. Работая сообща, бобры подгрызают деревья, растущие на берегу реки, валят их в реку. Все это заплетают ветками, укрепляют камнями и илом. Получается плотина, за которой широким прудом разливается вода. Плотина бобров бывает высотой в 4 метра, а длиной более 600. Во-вторых, бобры роют неглубокие каналы, по которым сплавляют ветки и небольшие деревья. Ведь это легче, чем тащить по земле в зубах или лапах. В-третьих, хатки-домики. Делают их бобры из веток и тростника, а для прочности обмазывают елом и глиной. Вход в хатку под водой, чтобы ни один незваный гость не смог попасть в дом бобра. Внешне строение выглядит как колючий муравейник, но стены внутри очень гладкие. Бобры выравнивают их, обкусывая торчащие ветки и замазывают глиной, перемешанной с речным елом, то есть штукатурят. Термиты – маленькие создания, живущие огромными семьями, способны строить самые невероятные дома с множеством комнат, ходов и переходов. Есть там и детские, и кладовые, караульни и подвалы, мосты и подземные улицы. Термитники сооружаются из песка, глины и растительных остатков. Самый высокий термитник, который когда-либо регистрировался, был высотой более 12 метров. Особую прочность конструкции придает слюна рабочих термитов, которые они скрепляют все детали постройки. Самое примечательное в термитнике – это хитроумная система вентиляции, которая позволяет поддерживать температуру воздуха внутри термитника практически на одном уровне, вне зависимости от того, что происходит за его пределами. А некоторые виды термитов выращивают в своих домах даже целые грибные плантации. Муравьи являются настолько многочисленными насекомыми на нашей планете, что их видов насчитывается несколько тысяч. Эти насекомые живут большими семьями, которые сохраняются на протяжении нескольких лет. Строительным материалом для муравейника служит все, что попадается на пути трудяги муравья. Кусочки коры деревьев, листья, травинки, небольшие палочки, комочки земли. Муравьиный домик имеет форму конуса неспроста. Благодаря ей дождь скатывается по травинкам и хвоинкам, почти не попадая внутрь. Муравейник возвышается над уровнем травы, чтобы внутрь проникали солнечные лучи, которыми муравьи согреваются. А более глубокие слои муравейника являются убежищем для насекомых в холодные дни. Строение может уходить вглубь почвы на 2 метра и делится на несколько секторов. Благодаря хитрому проекту, лето муравьи проводят в летнем конусе, а зимой в земляных ходах. Птица-шалашник прославилась своим мастерством строить необычные шалаши, но вовсе не для того, чтобы в них жить, а только для того, чтобы привлечь самку. С середины весны самцы начинают заниматься строительством шалашей. Сначала они расчищают место под строение и начинают возводить стены из палочек, прутиков и травинок. Затем птица начинает украшать шалаш. В ход идет самый разнообразный декор. Все, что можно найти в лесу яркого, перья, ягоды, фрукты, ракушки, надкрылья жуков. В том случае, если неподалеку расположено поселение людей, птицы часто наведываются туда в поисках предметов для дизайна, среди которых могут быть заколки, шпильки, пуговицы, обертки от конфет, ручки и многое другое. Главное, чтобы эти элементы имели природный цвет и удачно сочетались с гаммой всей постройки. Атласные шалашники предпочитают яркие предметы синих оттенков, редких в природе и потому хорошо выделяющихся на зеленом фоне тропического леса. Птицу рыжего печника относят к самым гениальным архитекторам в природе. Самец и самка вместе строят гнездо из глины. После того, как птицы выбрали подходящее место на дереве, они начинают строительство глубокого основания гнезда в виде миски, которая укрепляет с помощью стеблей трав и других растительных волокон. Глину они носят комочками, каждый из которых имеет шаровидную форму. На строительство гнезда уходит около 2000 таких кирпичиков. Далее птицы начинают добавлять глину, по краям чаши и строят стены до тех пор, пока их своды не сомкнутся. В самом конце проделывают узкое круглое входное отверстие. Изнутри гнездо выстилается мягкими перышками, травинками, пухом. Хотя гнездом называть их строение очень трудно, потому что жилище этих птичек больше напоминает миниатюрные африканские печки, за что собственно птицы и получили свое название. Гнезда ткачиков удивительно разнообразны по внешнему виду и способу исполнения. Самый простой вариант представляет собой корзиночку в форме шарика, прикрепленную к стеблям тростника. Такие гнезда устраивают огненные ткачики. Более сложная конструкция жилища ткачика в байе. Гнездо-рукавичка с отдельным боковым входом. Они часто строят свои подвесные плетеные гнезда на деревьях, над водоемами, где хищникам будет сложно достать их. Обыкновенные общественные ткачи – птицы, на удивление, трудолюбивые. Они строят самые большие, сложные и фантастически устроенные гнезда. Строит такой инженерный шедевр, конечно, не одна, не две птицы, а вся колония. Каждая птица обязана работать на благо колонии, даже если ее гнездо уже давно готово. Гнезда делаются из травы, земли и палок. Среди отдельных гнезд есть внешние и внутренние комнатки, часто соединенные тоннелями. Полости в центре гнезда сохраняют тепло, и поэтому ночью ткачи могут не дрожать от холода. Комнаты ближе к наружной части гнезда используются, чтобы укрываться в тени днем. Внутри них поддерживается прохлада – 7-8 градусов, ведь воздух африканских саван порой пригревается до высоких температур, а за ночь внешние камеры отлично остыли и сохраняют комфортную температуру. Интересно сооружают гнезда птицепортные. Клюв у них тонкий, острый и длинный, гептички научились им ловко орудовать, как иглой. Нитками служат волокна растений или скрученные паутинки. Самец выбирает подходящие плотные листья, висящие рядом, и начинает прокалывать в них дырочки. Затем, орудуя клювом, сшивают между собой эти листья. Швы выглядят крепко и прочно. Если посмотреть на гнездо снаружи, оно выглядит, как сшитое хорошей иглой. Отдельного внимания заслуживает гнезда, которые строят мыши-малютки. Гнездо правильной сферической формы мышка подвешивает на травинках на высоте около метра от земли. Каждое гнездышко строится всегда главным образом из листьев того растения, на котором оно находится. Внутренность выстлана пленками тростника, пухом некоторых болотных растений, пушистыми сережками вверх. По своему строению оно очень напоминает птичье. Занимательно то, что иногда входа в гнездо можно не увидеть. Мышка проделывает новое отверстие, чтобы попасть в него, а уходя закрывает, чтобы мышата не выпали наружу. Много различных построек сооружают животные. Одни роют норы для себя и живут там весь век. Другие устраивают гнезда только на время. Есть и такие животные, которые строят целые города, многоквартирные дома, делают плотины и каналы. Животные от природы удивительные инженеры. Их архитектура одна из самых прекрасных и в то же время загадочных сторон эволюции. Но главная задача сооружений животных выжить самим и обеспечить выживание потомства.